Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Никола, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш Никола, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш Никола, и моли Бога у нас! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь! 30 сентября. Житие преподобного отца нашего Григория, игумена обители, на Пельшме, реке Вологодского Чудотворца. Преподобный Григорий происходил из города Галича, от благородных и благочестивых галичских дворян Лопатовых, и тщательно был воспитан на учении книжным. Познав суету настоящего мира, он отверг ее и покинул родительский дом. Ища удобного места для богомыслия, он пришел в Желтоводский монастырь к преподобному игумену Макарию, принял от него пострижение, и в его монастыре поучался подвигам иноческой жизни, преуспевая, особенно в постничестве. За его строгую добродетельную жизнь блаженный Макарис подобил его принять на себя сам священство. Затем преподобный Григорий был назначен игуменом Богородицы Рождественского, близ Галического озера монастыря, и таким образом умножились его труды и заботы. Слух о добродетельной жизни преподобного скоро проник в палаты княжеские. Князь Галевский Юрий умолил преподобного крестить у него двух сыновей, а великий московский князь Василий Дмитриевич желал сделать преподобного архимандритом в городе Ростове. Избегая человеческой славы, преподобный оставил игуменство в Богородице Рождественском монастыре и удалился в места никому неизвестные и непроходимые. Услыхав о преподобном Дионисии Глушицком, он пришел в монастырь последнего и десять лет прожил у него в послушании. Затем преподобный Григорий удалился в пустыню на восток от Глушицкого монастыря, где и стал жить в непрестанных трудах и богоугождении. Когда стало собираться к нему сюда братья, он устроил церковь во имя Честного собора по Святой Богородице, обнес монастырь оградою и пребывал в стенах монастыря в непрерывных трудах и неослабных в сеночных молитвословиях. Он особенно отличался способностью примирять враждующих и гневающихся. Когда князь Василий Васильевич был изнан из Москвы и великокняжеский престол насильственно занял князь Юрий, преподобный Григорий пришел в Москву и смелыми и мудрыми речами увещевал князя Юрия не владеть чужим наследственным столом и возвратиться в свое отечество Галич. Там, по ходатайству преподобного, между князьями Юрием и Василием был восстановлен мир, и они оба заняли принадлежавшие каждому княжеские столы. В то время в Вологду с большим войском пришел князь Дмитрий, Дмитрий Шемяка, сын Юрий Дмитриевич, и причинил много бедствий горожанам. Святой Григорий, ревнуя о благополучии христианских жителей города, явился к князю Дмитрию и обличал его во всех тех напастях, которые он причинял христианам. Не терпя обличения преподобного, князь приказал сбросить его с моста в реку. Эту обиду преподобный перенес с радостью, благодаря Бога. После многих лет богу угодной жизни, предчувствуя приближение своей смерти, преподобный призвал к себе братья в монастыря, дал ей наставление и поставил ей вместо себя игумена. После этого преподобный изнемог. Когда приблизилась его кончина, он дал братьям последнее завещание, говоря, «Когда душа моя разлучится с телом, не удостаивайте меня никаких почестей, а просто, взявши за ноги мое тело, стащите его в болото». Говоря это, он лег на свой одор, осенил себя крестным знамением и предал свою святую душу в руки Христа Бога, которого он возлюбил от юности и которому со всем усердием, правдой и святостью жизни благоугождал в жизни. Кончался 30 сентября 1441 года. Ныне же преподобный Григорий в сонме святых и преподобных, предстоя престолу Божию, молит его благость о нас грешных, верующих во Отца, Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога, прославляемого и поклонением почитаемого, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.